Почему можно есть после 18.00? Тот, кто хочет похудеть, должен следить за временем, приемом пищи и за своим рационом. Если питаться вечером, жир не будет откладываться. Однако, если вы сидите на диете, не делайте между приемом пищи перерыв больше 10 часов. Организм сохраняет еду на запас, чтобы сэкономить энергию. Во время следующей трапезы произойдет выброс гормонов, который заставит вас съесть больше нужного. Так вы точно не сможете похудеть. Обмен веществ во время сна замедляется, но не прекращается полностью. Еда в желудке все равно переваривается. Вместе с тем, вечером физическая активность снижается. Организму некуда использовать количество энергии от принятия большого количества пищи. Поэтому, неважно, во сколько вы поужинаете, до 6 вечера или после. Если вы плохо питаетесь и не двигаетесь в течение дня, вам не удастся похудеть. Во время похудения необходимо соблюдать энергетический баланс. Расход энергии должен превышать количество потребляемых калорий. Если в течение дня вы малоактивно стараетесь потреблять большую часть своего рациона в первой половине суток. Чтобы не набрать вес, ужинайте за 3-4 часа до сна. А за час-полтора сделайте маленький перекус. Во время такого кратковременного приема старайтесь есть только легкоусвояемую пищу и в небольшом количестве. Плотно ужинать перед сном нежелательно. Организму нужно перерабатывать всю съеденную еду в энергию, которую вы попросту не сможете потратить. Вероятность появления лишнего веса увеличится. После 6 часов вечера лучше есть нежирную белковую пищу и клетчатку. Так вы точно не потолстете. Белки и клетчатка ускоряют обмен веществ и сжигают жир. При этом организм не теряет воду и мышечную массу. Если вы ведете сидячий образ жизни, простая диета вам не поможет. Для здорового похудения необходимо правильно питаться и заниматься спортом. При физических нагрузках тело использует запасы жира в качестве источника энергии. Регулярные занятия увеличивают мышечную массу, которая помогает сжигать больше калорий в состоянии покоя. Спорт в сочетании с правильным питанием – гарантия похудения. Чтобы не потолстеть, нужно потреблять количество калорий, не превышающее суточную норму. Среднестатистическому человеку в среднем от 1,5 до 2,5 тысяч калорий. Из них примерно 20-30% должны приходиться на ужин. За 3-4 часа до сна к составлению вечернего меню нужно подойти серьезно. За 3-4 часа до сна необходимо съесть то, что способствует быстрому перевариванию пищи, восстановлению после рабочего дня и восполнению запасов жидкости. В качестве ужина выбирайте те блюда и продукты, которые содержат больше белков и углеводов. Такая еда дает чувство сытости и быстро переваривается. А это значит, что на боках не появится лишний килограмм. Белки помогают поддерживать и увеличивать мышечную массу, а также наполняют кровь аминокислотами. Углеводы вырабатывают инсулин и сохраняют гликоген в мышцах и печени. Гликоген посылает сигналы о сытости в мозг, так что вам точно не захочется переедать. Многие думают, что на диете необходимо полностью отказаться от жиров. Это не так. Жиры участвуют в усвоении витаминов и минералов, которые играют важную роль в сбалансированном рационе. Блюда, которые подойдут для ужина. Овощной салат, омлет из яичных белков, фрукты, нежирный творог, курица, индейка или постное мясо, рыба и морепродукты. За час-полтора до сна следует выбрать нежирную, легкую и низкокалорийную еду. При этом блюдо должно вам нравиться и дарить ощущение сытости и комфорта. Диета, полная ограничений и условностей, быстро надоедает и неизбежно приводит к срыву. Зачем нужен поздний перекус? Утоляет голод перед сном, помогает быстро заснуть, активирует метаболизм. Идеальный вариант нежирный йогурт или кефир с трубями. Такой набор продуктов не даст вам поправиться, даже если вы съедите его прямо перед сном. Подобный перекус поддерживает в организме необходимый уровень гликозы и других питательных веществ. Просто залейте несколько граммов отрубей кефиром, дождитесь пока они набухнут и съешьте их продукты, которые можно съесть в качестве перекуса перед сном. Молочные и кисломолочные продукты, овощи, ягоды, сок, зеленый чай и низкокалорийные напитки. Идеальный ужин подчиняется простому правилу тарелки. Условно, поделите блюдо на 4 части. Одна придется на гарниры, вторая на овощи, третья на белковые продукты и оставшиеся четвертые на фрукты. При соблюдении этого правила, ваш организм получит все основные питательные вещества. Пример идеального диетического ужина. Гречневая крупа, нежирное отварное мясо птицы, овощной салат, яблоко, стакан воды или чашка зеленого чая без сахара. Понравилось видео? Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok